Мы на короткое время приехали, едем с пенсионерской поездки И заехали в Белово Сейчас мы приехали Идем по людям, говорим там где-то И где-то будем собирать, чтобы побеседовать Дело в том, что Я в библиотеке вашей Оставляю в каждом городе книги У меня 38 книг вышло где-то Да, мои Это книги, они сейчас православные Вышут, а я назову книги какие Вот, представьте, мои беседы с Александром Менем Они озвучены с магнитофона Симфония на неканоническое Лучшее в мире, симфония на житие святых Я составил 38 книг, это ответы вопроса Которые я в университетах, по радио отвечал здесь Каждая книга 750 страниц 64 страниц Святые фотографии Я уже отдал, только сейчас Так, принеси документы Не-не-не-не, показать Теперь, оставляю визиточку вам Вот в интернете Там форум Там 50 книг аудио, которые я насчитал Этого нигде нет во всем мире, отец 12 томов златоуставной насчитанное 12 томов жития святых Добротолюбие 5 томов Библия вся с неканоническими Архипелагулок Ефрем Сирин Игнатий Бринчанинов Это все Все в интернете Можете скачать и слушать Игнатий Это человек, который много пострадал в свое время Я 87 освободился только Это друг наш, отца Александра Пивоварова Ого, это ближайший Отца Геннадия Фаста Да, это мой ученик Он пришел у меня в доме из Менонитов День рождения у ватчишки Ну а Володя-то Колесников уж Сам знаешь, откуда пришел Его зять Зять, он комсомолец был Мои печки комсомольские билеты жег Я так хорошо с ней А эти книги-то приобрести можно? Можно приобрести Так, сейчас пойдем Сейчас покажу Значит так, книги, это не просто книги И они единственные во всем мире Их нет этого Изданный Новый Завет мой В трехтомнике Полное толкование обложено в Тефилакте Оно выходило без откровения У нас выходит с откровением Который отец Геннадий Фаста Взял по всем святым отцам И опровержение всех сектантских толкований Там чудо И в этих 240 святых фотографий Густава Даре иллюстрации Мы растрастили Они подарены Путину, Медведеву Патриарху Кириллу, губернаторам Я положил на сердце в каждой библиотеке Дарил каждую библиотеку Прямо сейчас выйдем Покажем, у нас машина стоит Примую на день рождения Это вообще нельзя Православное Это все Полное толкование Приезжал специально Андрей Кураев Слышали такого? Он ко мне на дом приезжал за книгами Когда услышал Адьякон Андрей Кураев Вот такое дело Игнатий Геннадий Отец Аким Мы наслужили там Мы-то из тех, которые Мы принадлежали к русской православной Зарубежной белой мигрантской Царской церкви А когда произошло объединение Мы все это признали И на священнике Этим и патриоте Наш епископ вместе служит Теперь все вместе Слава Богу Вот хорошо Ну сейчас книги нужно где-то показать Да, но давайте Сюда Так, знаете что Отец Петр Вот какое дело У вас тут люди могут приходить и читать? Конечно Возьмите Ну У нас об этом читальный зал У вас в библиотеке Так, теперь вошел Хлопцы В грузовом отсеке Я больше тридцати тысяч часов провел за компьютером Сам набор, верстку делал и фотошоп А этот Бог сделал то И там же помещено 3467 моих стихотворений Положено на музыку по лицу Это Бог дал все Я сейчас считаю Я ничего не могу признать своим Да Помоги Господи Я очень рад этой встрече Вот это вот Газета Алтайская правда Почитайте про книги Вот я вам дам визиточки Пожалуйста Держите А это? Это про вашу библиотеку Что находятся все книги Можно брать и читать Отец Петр Было бы неплохо Если бы вы зашли в библиотеку А? А православный Адрес Юнос-20 Вы отдали городскую библиотеку Сейчас только оттуда А вот городскую библиотеку? С часовни рядом Чтобы вы зашли в священник И сказали Что это за книга Я им показываю Но они, видно, такие люди А я немножко порадовался В нашей библиотеке Я думаю, в нашу библиотеку Нет, я не знал даже, что у вас есть Конечно есть Да сейчас же дадим Вопросов нет Мне подарите день рождения? Подарить я в частные руки Не могу дарить У меня нет У нас кратно Это только покупать можно Читать будете здесь А читание, которое Это я для людей положил А купить тоже нельзя? Купить можно Дорого? А смотря что купить Вы посмотрите, что там Какие книги Вот здесь они перечисляются Новый завет Столкование блаженного фифилакта С комментариями Это три книги Трехтомник Вот одну книгу Мы понесли в магазин Мне надо проверить Сколько она Одна книга Полторы тысячи Одна А у нас три вместе За полторы Это одни только цветные фотографии 240 То, что он делает Ну я не вижу 90% отдаем бесплатно из книг Которые изданы Таше материал Она тут не хранит Скажи, Игнатий А как сектанты себя чувствуют? Ну понимаете Относительно сектантов Они это хорошо знают Что работаем Как огня боятся Но есть сектанты Которые сегодня приходят Руководители Принимают крещение Делаются батюшками В моем доме Дай Бог Руководители сектантов Ну он отлично это все знает Но у меня работа очень необычная Я не так, что сектант Он плохой Нет Я показываю Они ревностные Они лучше нас во многом Но они не церковь Почему? У них нет рукоположенных Таких пастырей Ну понятно Вот что главное Они не имеют связующей хиротонии С апостольской церковью И они вначале упираются А потом, когда покажешь Главное наше достояние Это священство Да И каноны церкви Которые даны Да Вот так Здесь у меня Которые взяли Центральные библиотеки Мы собираем людей Сегодня мы хотели Сейчас собрать При Игнатии, да? Прошу прощения Так что вы спрошете? Да, Игнатия Игнатия Служил в парановле Да, я знаю вас Да Вот мы сейчас идем по домам Но вы Московский патриархат признаете же? Не, не признаю Я не знаю А кто вы будете? Ну, я Священнослужитель Нет, я может быть Он не расслышал вопрос Он не расслышал Московский патриархат признаете вы? Патриарха Как же не Мы никогда У нас вообще не было Чтобы не признавали У нас этого не было Мы далеки от этого Когда мы находились В зарубежной церкви И были, которые там стояли Да патриархия Она безблагодатная Мы тут на пути Стояли мертвы Ну, я-то просто помню Я прошу прощения Никого не хочу обидеть Но когда я с Барнового уезжал Да Насколько я знаю Что вы и ваши Спаспешники Вы как бы не признавали Никогда Это ложная Вы за глаза только слышали Все Это вам давали ложные сведения Никогда Обвиняли Это никогда Это люди, которые Около Которые слышали И хотели под это подогнать Как бы я молился За патриарха Как бы благословение Получал епископа Максим А книги за благословение Максима у него уходит Ну, вообще Максим по-разному отзывался Я тоже с ним Тоже близко в общении Максим Барновойский-Алтайский Знаю я его хорошо Ну, бывают иногда Такие выявления Что вы говорили И было Отец Зиакон был и раньше Так было еще По советской власти В чем только не обвиняли Да Ничего нет у этого Нет Обман Конечно Мы не одобряем то Что есть в церкви А какой пророк Одобрял все Что было в церкви Кого не гнали Стефан говорит Кого не гнали Отцы ваши Когда распяли Предраздневшего спасения Людям нужно сказать Это я тоже знаю Что я в Хилове Вы прекрасно знаете Если понимаете Если мы посмотрим У меня вопрос В каноническом общении Если в каноническом Все слава Боже Каноническом Каноническом Абсолютно Так Так ты еще принес Первый Первый Сейчас Вы же Представите Первый Я хочу Что Я хочу Вверху Там в самом конце Обыкновенные пачки Белые И в них написано Новый Завет Первый Второй Третий То есть Только три тома Да? Там три тома По одному Вытащите Из каждой пачки А эти А это Сейчас поговорим Это все вместе Значит Это от кого-то Где-то как-то Слышат Им не нравится Но это Ничего не значит Недавно Собрались Епископы Не один И стали судить И тогда встал Наш епископ Говорит Вам никогда Игнатия не завинить Не верить Тут намерто все Мы сколько Говорит Не собирались Искали все это Мертво Да я не одобряю То что есть Я никогда не скрывал А себе я одобрял Я был похож на вас Но в том-то Дело что я не похож Если я вижу Это беззаконие Я сразу Стою Кто бы он ни был Патриарх Не патриарх Я должен выше головы Смотреть Патриарх человек Ему надо спасение иметь А не то Чтобы мы там Стояли Аллилуйя пели Отец Петр знает Как мы с Войтовичем Воевали А потом Что кончилось Вы слышали Такого Гедеона И вот он уезжал И в Тобольске Последняя речь его была Он потом Метрополист Тавропольский Я 13 лет Говорит Служил здесь А тогда была Эпархия у него Какая Алтайская Новосибирская Кемерская Красноярская И Туба Это все Одна Эпархия была Одна Эпархия была Тогда И вот он последнее слово Сказал А мне передали Я служил 13 лет Перед священниками Все выиграли цемеры У меня был один человек Который правду Мне в глаза говорил Но мы Доходили до колени Когда я его звал На благовестие Вот так По животу похлопал А мой брат Аким говорит Я сжался Пошли Оставляй все Владыка Бог спросит Выполнили это повеление Божье Идите по всему миру Это главное А в главном Заложена суть Любви К ближнему Я проповедую Для ближнего Чтобы он познал Бога Так Показывайте Библиотека Сейчас пойдем Зайдем туда Позови наших Давай Возьмите ящик У нас около 160 детей обучаются. Много детей. Нина Александровна, как открыть библиотеку? Найди кучу. Так надо пройти как-то, слышишь, сказать, что второй наш ящик. И из третьего, 3-4, в котором написано, взяли 4 книги. Вот она, где берла, вот она же, да, вот. Мы вчера завесала были. Пока стойте, включили немножко ремонтом занятия. Чтобы мне не сказали. Я не избираюсь. Ключ, сейчас сделаем. Так, пока постойте, я, наверное, скажу, чтобы выбрали, а со мной принесли. Я с детства имел мечту стать террористом. Уничтожать коммунистов. А Бог повернул меня, как стало. Ребриха, что ли, они оттуда откутываются. Колесниковых вы знаете? Нину Колесникову знали? Кого? Это сестра Владимира. Нину Колесникову, он не дослышит. Не знаю, мы сейчас были, с Геннадием встречались. Она по мужу сейчас Тарасова. Вот она. Может быть. А у него брат, у Володи брат Геннадий. Вот сейчас мы были в Боровлянке в прошлом году, мы к нему на дом заходили. Он к нам приезжал. Ну, и он теперь отцу Петрута своя через Володю. Придут все к тому, что Христос сказал. Другого не будет. Что не хватает сегодня мужества, прямо выйти и сказать, что это твой ущерб просто. А как вы это говорите? А я поверх голов смотрю. Для меня это нет. Я как-то приехал в Москву. В то время нельзя. Три епископа на дом пришли только тайно встретиться. А я мирянин обыкновенный. Представь, епископ, на дом, тайно. А отец Петр Гутович ко мне ночью приходил тайно. Тогда Геннадий еще. Он знает. Да пошли еще заблудились там на базе. У нас с ним были прекрасные отношения. У него, не знаю какой он свояк кажется, Ермоген Архимандрит. Близкий. У него тоже все пленки были. Златоустые я насчитал. Жития святых. Добротолюбие. Ну, а теперь все оцифровали. Все у меня в интернете стоит. Этот материал больше нигде нет. Если он есть, то только ссылки на наш от нас берут. Это просто, ну, Бог дает это. А почему именно до вас никто не насчитал Златоуста? Как я могу на этот вопрос ответить? Я его собирал по всему Советскому Союзу по одному тому. И все насчитывал. Но где по-славянски я переводил на русский язык. Одно время мне хотелось дать толкование известным песню песней. Я ее нашел. Но на немецком языке, на готическом. Я тут же сел, восстановил язык. Я разговаривал, проповел на немецком языке. И тут же ее перевел. Но теперь отец Геннадий Паск написал 800 страниц, примерно. Это труд столетия. Толкование на песню песней. Ну, она продается во всех епархиях везде. Но отец Геннадий, он магистр богословия. Ну, путь начался у меня. Он начинает. Я встретился. Есть такой мирянин, удивительный человек. И вот начал первый вопрос, который Игнатий мне задал. Вы знаете, как толкуется притча о десяти девушках? Конечно, знаю. Но выберите тему. Мы сели. Это было в 79-м году, 30-го, кажется, мая. Апреля. И вот он, я, говорит, начал говорить. Думаю, самая сильная тема это крещение. Когда кончил, Геннадий говорит, все, ложь. Я как так, ложь? Стал говорить, я понял, что здесь голова у нас работает, а здесь наследие церкви с первого века. Дальше он начал толковать притча о десяти девушках. Я, говорит, сам проповедовал. Ну, я знаю. Когда кончил и спросил, ну как, а наши люди сидят все, семь человек, баптистов там было. Игнатий одним словом ответил, говорит, ложь. И стал толковать, как золотого столкуют. И я увидел, все у нас заблуждение. И тогда поехал к отцу Александру Пивоварову. Потом он принял крещение, полное погружение в семь. Ну, а теперь вот он закончил семинарию, академию, магистр богословия. У него вышло где-то восемь книг уже. Там не просто книги, а учебники. Вот эти этюды сейчас он с еврейского языка, ну, разное, по Риме толкует. Вообще прекрасно. Просто чудесные книги его. Знания его огромные. А меня кто-нибудь спрашивает, а вы могли бы? Никогда. Такой он ваш ученик. Ученик начало. Далью, но он уже не ученик. Он учился у святых отцов. Я не имею образования, я самостоятельно всего постигал. Я не переоцениваю свои возможности. Вот они знают. Хотя, когда показаться о Геннадии, по толкованию проходим, а он в моем доме был, он так и говорит, Игнатий побудил меня начать этот труд по святым отцам. Я бы этого не сделал. Я не знаю греческий хотя занимался, не знаю еврейский, он знает. Я оттуда все взял. Я просто знаю тот уровень, выше которого мне не подняться. Да и теперь я поднимаю. Вот на днях 73 года мне было. Я благовестник, мы едем по разным городам, проповедуем, дарим книги, библиотеки, епископам. Ещё бы кто-то читал бы. Которые люди приходят, те понимают. Конечно, это не Министерство, не постаральный роман. Ладно. В следующий раз симфонию захватить, я буду очень рад. А зарядный? А можно? Здесь появились. А вы всегда помните. Фотоаппарат дайте, снимаю ваше. Так, вот это убрать с собой не сегодня. Это я не одарил. Заложи туда, чтобы не видно было. Один Петр, вы даже не знаете, что такое. Прочитали? Прочитал. Это означает, от вас только вот что. А от меня это всё я одарил. Это вот это подали, а что сверху это, а то купили. Теперь смотрите. Это входит сюда. Что я составил? Симфония на экономической книге. Это лучшая симфония за всю её историю. На одиннадцать неканонических книг. Абсолютно полная. Благосостояние в Тихии. Вот мелкая, но это по Вернигородской, она такая должна быть. И при том, все глаголы сведённые в один, искать легко. Подлежащих никаких нет в один глагол. Мгновенно ты находишь какое слово? Симфония на неканонические книги. Ну, ни один работал. То есть, группа разработчиков была, но только кальпитерщики. Теперь, я составил симфонию на шестьдесят святых. Вы знаете, был просверлен, в восьмой том хотели настольные книги запустить. Я послал, но она была в Черновике, он не смог. По одному слову, как найти? И, допустим, вы вспомнили, ну, книги все сшиты, ни одной нету, чтобы разлепилось. Вы вспомнили, на морозе кого-то заморозили цветового. Ну, не знаете. Теперь, с тем случился мороз. Ты сейчас из них попишите. А ты же нашёл там? О мощах. Где, что, когда ты вспомнил. По одному слову сейчас ты найдёшь. Это для проповедника храма. Это вообще... А как можно было составить это? Ну, несколько лет ушло. Ты знаешь, что у меня 20 минуты часа уходило на сонтык. Вот это, жития святых, я прошёл их на 10 раз. 12 томов. Это 120 книг прочитано. Спасибо Господи. Так, сейчас я позову, чтобы нам поставить печати, да? Да, печати расписать. Да. Сколько... Вот новый зайчик. Берём. Смотрите. Позови меня Надежду Валентиновну или Денина Александровна с печати. Вот это вот первая моя книга вышла в стихии. Сейчас я покажу. Видите, на музыку положена. А. Которая исполняется. И всё в интернете там полётся. Да? Вы в интернете найдёте. В интернете вы найдёте 12 томов мной на считанный златоуст. Вы тогда слушали ещё. Да, да, да. А вот интернетный адрес или как он называется? А я вам дал. А. Я дал выкинь. А они возле что-то указаны, по-моему, интернете. А вот, допустим, вы открыли вот только первый, допустим, тот. А разве ещё никакой первый? Вот он. Всё? Интернет. Мои все телефоны мобильные, постоянные, по благословению. Всё, всё, всё. Ну представьте, Андрей Кураев специально только приехал ко мне в Барнаул, чтобы приобрести эти книги. Да. Хорошо. Они не имеют просто аналога. Хорошо. 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 Книга вышла. Девушка, Наталья забрала печать. Ну, вторая печать есть. Так, теперь смотрите. Вот книга. Предисловие. Просчитайте. Вот эту. Немножко. Слух читайте. Автор выражается особо благодарна Клименко. В. 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 Это, допустим, вы посмотрите по оглавлениям. Первое. Слово Божие. О молитве. Ну, нам надо ему дать... О покаянии. Так. Отец Пётр, нам нужно где-то к электричеству доступ иметь. У нас аппаратура разрядилась. Зарядить. Приходского совета, что ли, дать? Да, дали доступ, чтобы зарядить телефон. Скажи, Николай, что все могут прийти зарядить. Дайте только переходники, чтобы мы мягко подсоединимся. А у нас есть же переходники. Игнать Иванович, у меня тройники есть. Давай, скажи, что здесь сейчас мы зарядим аппаратуру. Смотрим, мы все заряжаем. Так, Игнатьев. Да. Это можно отдельно приобрести. Вот это 240. Это второе издание вышло. Да, да, да. Так, Валтайский край, подобные книги, просто издавать вот так вот, он не может. Нету. Это 240 иллюстраций цветных. Полный лист. Без обрезки. Это дополнительный. Сейчас я куплю у вас. Пожалуйста. Так. Это я говорю. Дополнительный. Сколько экземпляров тоже? Да я возьму себе пока. Один. Один, да. Так, сейчас я скажу. Так, это нужно дополнительно? Обязательно. Один. Ну все. Остальные, давайте книги посчитаем, посмотрим. Да, да, да. Остальные, будем заниматься через интернет и показать. Вы там все найдете в интернете. Это я преподаю в разных университетах. Найдете. Вот я арестованный иду. Вот. Краевые судья, стреты летят. Видите? Это в 86-м году у меня в последний раз уже трепали. А в 87-м уже реабилитировали. Ой, спасибо себе. Так, скажите. Это отец Глеб Яконин. Мы после освободения встретились. Это митрополит Виталий, я в Нью-Йорке был. А сейчас Иларион, который... Да, да, да. Ну все, они уже патриарх. А где сейчас Яконин? Сейчас он. Он одно писанин. Глеб Яконин. Мы встретились, когда он освободился. Еще бородки маленькие. Не, ну а он сейчас. А он где-то там, он на Украине. А это отец Геннадий, который... Да, убери, убери. Он у меня, ты сам знаешь, у твоего зятя пели они как раз. А он в моем доме обратился. Вот, это племянник Суслова, да? Ну, они разные. Они разные. Это потеряешься. Это батюшка, отец Аким. Мы же заезжали, были там. Почему не снимать? Там тоже, у меня дадим. Для истории. Для истории. Для истории. Да, у нас, потому что интернет, там все выставляется. Видел? Это патриарх. Сейчас еще. Это пас. Ах, видите, леса, патриарх. Я расскажу вам, это один тон есть такой, который никому не закрыл. Вот, посмотрите, вот, 26 лет. Я скажу вам, это спорезия, за 300 лет, 600 поэтов. Не просто поэтов. Послушайте внимательно. Вот что поэтов отвечали на компьютерную тему? Восстановление гибели. На камеру. Что случилось? Шесть раз. Поэтов. Поэтов. Поэтам занимательные, нескорбуем. Объявление пешаклей. Не знаю, не знаю. У них давать несколько литературы. Литераторы сразу в первое. Хорошо. Я подошу в эту пешакцию. Вот 28-й тон. Вот, 20-й тон. Это мои беседы с Александром Менем. Да, да, да. 20-й тон. Для слова Божия нет. Это из документов почти составлено. Моя биография, как деревню мы основывали, лагерь, все, что у нас печатали местное, за рубежом, все здесь есть. Сборник. Это автобиография. Это новое жертвовое издание сейчас. А для проповедников, конечно, вот эта симфония на житие святых вообще. Так, где у вас? Так, это моя. Ручки дайте мне, пожалуйста, сисать. Посмотрите, правильно у вас сейчас стоит? Не крышь ногами? Нет. Давай. Вас потеряется, да? О, теперь распишитесь. Это вам остается, я распишу. Ручки дайте. Да-да, давай библиотеку. Там ручка есть. В какой район? Ручки дайте. А здесь я не могу. Сережа, пожалуйста, к этому гостю. Ирина Александровна, вот... Вот, вторые и трицепиеси. Давай... Давай... Трицепи. Трицепи. А мы что-то тут записать. Сейчас. Так, привести вам что-то... Причем мы все руки, которые были... Потом вытащили. Новые, которые вытаскивали. Сейчас, сейчас, сейчас. Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 Почему они так делают? Дайте обвинения! Я представлю, что ты еще не можешь сказать! Я вам расскажу тот случай. Давай, для чего начался спор. Вышли из права после чина прощения. Кстати, вы не приступали. Мы-то все попросили прощения. Мы стояли отдельно, стояли по себе. То есть, вот так вот все стояли. По команде крестей скламились, но все было. Это я не понял. Было, было. Все было так. Все, конечно, как положено. Женщины платят. Я тоже это приветствую. Вышли, потом стали говорить. Вы оплеванцы на нас. И вы безблагодатные. Как вы могли принять с чем-то, если вас обревали? Допустим, меня крестили даже полным погружением. Еще младенцем вкупили. Вы стояли принять нас оплеванцы. Полное. Вы. В другом уровне. Может быть, вы, что, дескать, те, которые просто сверху помочили и там побрызгали, эти остались. А те, которые полным погружением. В этом день вращения ничего не было. Мы единственное, что раздавали, вот на эту тему начали. На форум, как войти. Может быть, ничего не начинают. В частной беседе с кем-то. В частной беседе. А вы, отец, считаете, что когда неполным погружением крещеный человек, он крещеный? Я вам скажу, что, конечно, этот вопрос упорный, во-первых. А во-вторых, в Священном Писании, если на то пошло, Вы, хорошо, да? Вы тоже меня знаете, что написали. Сказано, что крестили и даже песком, и всеми остальными способами, если не было воды. А где вы нашли эту брехню собачьей? Я вам расскажу. Да нигде нет в этом. Отец, увози. Написано в Писании, где было много воды. Это есть. А в духовном, в Священном Писании, особенно те, кто больные, к ним приходили апостолы и не могли. А вообще же у здоровых-то песков не крестят. Правило каноническое есть, 50-е правило. Апостольское. Если не в три погружения, священник извержен. Он уже никто. Просто рясом на них болтается. Суть в том, в кого крестят. А не воевать в Писании. Ну, как крестят тоже. Если малая часть будет изменена, Никифор говорит, все, прах. Ну, ты вместо вина дай квасу. Ну, будет и другие. Нету. Но в Священном Писании есть. Нету в Священном Писании. Хорошо. Крестили и так, и так. Скажите. Конечно. Крестили. Конечно. Где был Писаний? Ну, в некоторых случаях? Нет. А в некоторых случаях? Ни в одного случая нет. Есть. Читайте. Да откуда у вас это? Ну, если назовите, считайте. Я считаю этого. Я сейчас не помню. Вот так нельзя. Она в скидку. Кто не знает. Надо просто открыть. Где песком нашли вы? Песком. Где? Надо открыть новый завет. Вот новый завет. Открывайте. Ну, где вы нашли? Написано. От воды и духа, а не от песка. Что вы угородите ерунду-то? Некоторых случаев. Да никаких случаев не было. Это только безбожье. Я вам скажу. Это единственный случай. Написан в духовном луге. 175-й странице. Шли монахи в пустыне. И с ними шли. Не перебивайтесь. Слушайте. Это единственный случай. Они шли. И с ними был еврей, который заболел и стал помирать. И они не имеют возможности крестить его песком во имя Отца и Сына Святого Духа. А он вызвал. Когда они пришли в Иерусалим, то епископ Петр Дионисий там был. И сказал. Не выдумывайте. Идите на Иордане крестите. То есть в ничто обменяется. Это единственный случай. А вы концовку три не знаете. Она вот здесь написана. Духовный луг. 175-я страница. Скажите мне. Те, которые не были крещены. Но скажем воины. Которые тем же крестьян. Кроме крещеных церковь признала. Они не могли иметь. Не потому что против. Они не были. Не было вообще формы. А вам возможность есть? Я говорю. Формы не было. Почему мы тогда признаем их крещение? Что они крестились? Так вы то не от крестения умираете. Вам что мешает людей крестить? Я говорю. Тем не менее. Вопрос не в том. Почему не крестите правильно? Вопрос. Вы затеяли этот разговор. Я спрашиваю. Почему правильно не крестить? Я не затеял. Я вспомнил тот случай. Почему правильно не крестить сегодня? Это не в детстве. Мало того, бунтули священники. Вот давайте посмотрим. Старообрядцы ни разу за 380 лет ни одного мочения в не крестении. Ни одного в старовское время. Ни баптиста, ни пятидесятники. Никто водой не мочит. Вопрос в чем? Признаете вы это крещение? Не признаем. Абсолютно. Вот. Его нельзя признать, потому что слово крещение имеет перевод один. Погружение. Баптизантос. А вы признаете? Погружение. Больше ничего нет. Какое это крещение? Когда его не было? Погружение. Не было погружения. Он стоял на капельном полу. Вот теперь смотрите. По телевизору показывает. Священник говорит. Крещение. То есть такое танце, в котором ребенок или взрослый трежды погружается. А сам вот так держит ребенка одевши. И вот так вот. Трежды погружается. И вот так ладошкой. Говорит погружается, а ладошкой по голове. Ну это вообще сумасшедшее. Ну ты же зачем говоришь? Говорит одновременно и делает не так. Зачем? Двумя или двумя? Или двумя? Что? Двумя естествами. Или Троицей. Ни то, ни другое, ни другое. Или двумя естествами. Ни два, ни три. Послушайте внимательно. Я вам объясню. Вы не знаете. Знаю. Когда был... Я поясняю. Реформа это была правильная. Троица? Троица крестила. А это два естества. Это конечно Троица. Это два естества. Но все таки правильно так креститься. Более правильнее. Крестились и один персток. Не было время. И одним персток. А как объяснить это? Да. Но когда богословская мысль дошла до того, что мы же Троицы, в Троицу крестимся. Стали креститься тремя перстами. Это более правильно. Как было понятие вообще? Да не надо креститься. Мы изображаем плотской крест. Плотской. И так нужно сказать. Да мы изображаем тот крест... Мы же Троицы и крестимся. Не двумя. Послушайте. Один раз послушайте. Объяснение. Мы изображаем крест на себе. Как Христос умирал на кресте. Крест какой? Духовное вещество? Вещественное. И поэтому на кресте умирала не Троица, не Бога человечества. Это богохульная мысль Златоуст говорит. Божество бесстрастно. Умирал человек. А человек это один перст. Вот почему первые христиане крестились так. Я крещусь так, как научен. Три перст, значит три. Но в этом заключен уже элемент ереси. А кто правильно? Правильно католики? Да ты католик. Я не католик. Они крестятся так как. Ты, Бог, сшедший с неба ради меня грешного, погибший из стороны, избавивший меня. Согласно пяти ран, которые ты принял как человек и перевел меня на правую сторону. У них объяснение правильное. У нас нет объяснения. Нету. Ни троицы, ни богочеловещие, со старобрядцем два перст. Осипа вам послушайте. У Осипа много хорошего здесь. А, вот и послушайте. Он как раз объясняет. Что тремя правильно, а двоя неправильно. И сколько крови из этого пролили? Ради чего? Мы встречались со старобрядцем. Очень такой же хороший храм у них, вот как здесь. И старобрядец, он умрет за двоеперстия и доказывал, что двоеперстия правильные. То есть так же объясняет, как вы, только со своей колокольной. Церковь же признала, что это равноспасительно. Хотя и он нас не признает, и мы говорим, а мы троеперстно тоже крестимся. Он говорит, нет, только двоеперстно. А вы говорите, я говорю, троеперстно, а я говорю, а я еще двоеперстно. То есть вы меня уже не признаете за то, что я двоеперстно кричусь. А старобрядец меня не признает за то, что я троеперстно кричусь. Она обязательна. Крест Владимир – два перста. Сергий Радожский – два перста. Феодосий – два. А Серафим – три. А те и другие святые. Так, спорят в общении, в общем. Ни какого ролика. Мы прознаем тех и других. Да и по вскотке патриархарты уже признают на спасение старобрядцев. Одни умирали, а другие хозяйили. Кто прав? Началось все с них. Народ всегда на стороне гонимых. А в московской патриархии по старобрядчески служит Кирилл Сахаров. А вы знаете этого отца Кирилла Сахарова? Это 200 метров от храма Христа Спасителя. У него все по старобрядчески. Все. Нет, он московский патриарший. Они не единоверцы. Он строго московский патриарший. У него благословение от патриарха. Они все совершают. И двуперстные, и лестовки, и одеяния. Вся служба старобрядчески идет. А патриархов там бывает. Смотрите, какая моя позиция. Я не то чтобы совсем отрицаю. Я прекрасно понимаю. И сам еще право. Что есть многие моменты очень правильные старобрядческие. Даже взять, допустим, вот исправили у нас Ермос канона. Вот этот вариант мы поем. Сейчас скажу. Ярко посухает еще шествовал в Израиле. Да. В нашем варианте. Постаробрядческий звучит по-другому. Ходил, по-моему, не мокрыми ногами. Как-то так звучит. Я сейчас не помню. Я читал этот вариант. Вот тот вариант, он более понятен даже для восприятия. А то понятен. Вот, видите, да. Понятно. Например, покайтесь. И в этом искать разделения нету смысла. Никто покайтесь. 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 А стартная Божья под руку. Приблезно с и под руку, то еще более. Но как вам открывает? Как вы являетесь? В телевизии сможете остановить. Да. Единоверцы служат. Мы не знаем. Мы что-то старым передам. Это все на у нас ставим. Не один наверх. А отец-керезы нятер, вон нижний наверх. Он в Москву пудрят носок. Все подсадь дальше. Все. Мы в Московской. В по-другому. Подсадь. Он? ВСОРЯТЬ УНОРЫ Под крохи. Он держался снега на славу. Я говорю, главное, чтобы... Вопрос в чем? Вы же знаете, что... Он председатель... Ереси разкулы. Это самый тяжкий грех. Ереси разкулы. Если мы с вами в каноническом обществе, то слава Богу, если нет, то нам не будет в жизни общаться. Какое-то общение. Я сейчас расскажу на хуй. Я вам там и говорю. Что вы принесли в детстве, вот здесь я нашел, что действительно. Бископ Максим, русский. Это вот чтение на синий. Это самая первая книга. Максим, она лучше. Можем от соскопить. Она нормальная. Патриарх Алексеевич, нефтейкий Вышивец, он сейчас на покое. Но он последние пять лет был Домоведовский веками в Патриархе Переходе. Это подарок? Вот служба. После объединения. Да. Но вот сейчас он отправлен на покой. Но он как насчет. Вот Патриарх Алексеевич. Бывший Кирик Омский парк. Да. Это наш единый. Самый мощный. Боярский. Вы что, наоборот? Я на нас спрашиваю священника. Вы знаете, за ним не поют. Приезжайте, они говорят, что они знают. У него на сколько живет. Это очень известный человек. Вот у батюшки спросите, как на семью? Или нет? Нынче изучающие пенсионы в Казани заферили пять семзон. Вот спросите, спросите. Столь губеров, пожалуйста. Вот он сам. Помнили, не помнили. Работа идет. А у нас вопрос. У нас вопрос. Не предстоит. Ну, что бы нам было себя забыть, а? Не лежать. Ну, еще минут 30 минут. Пойди одного оставить тебя. Ну, можно так. А знаешь, давайте... Все обливанцы... Ну, пойдем сейчас. Так, мы вам оставили адрес. Как пристишь? Обливанцам. Обливанцам. Обливанцев. Ну, при этом не признаешь. При этом не признаю. Вот здесь материал к истинному православию. Отец Петр заказал себе. Выбрано все, всех святых отцов, которые говорили о крещении. Все абсолютно выбрано. Я тоже сторонник за полное погружение, на самом деле. Да не надо сторонником быть. Это правило. Это правило. И даже патриарх говорит. Кирилл Евгений Сависимский говорит, как мы скрываемся в воде, так человек скрывается в воде. Полкование, это такое. А то песком крестили. Никогда этого не было. Нигде. Один случай был, но его епископ Дионисий не что пришел. Превратил. Я говорю, вы тогда заливайте заодно. Это как Ломоносов говорил. Крестец холодный обладе младенцев, чтобы сразу похоронить. Крещение имеет один перевод в аптезартос. Погружение. Все. Нет погружения, нет крещения. А вы признаете, скажете, священник обливанцев. Вот тут и дело, что признаешь. А скажете, это раздвоенность. Да, раздвоенность. Но по-другому никак не было. Ворачиваясь к тому случаю, у вас-то не было ко мне. А люди ваши, из вашей команды, так сказать, они говорили, что вы безблагодатны, поскольку вы обливанцы. Нет. Мы не признаем вашу священницу. Никогда мы этого не говорим. Кто-то может и говорить. Вам не сказать, что вы. Но он бы такой прибор приложил, и я приеду. Да. Это вот вещи. Но у нас приезжали монахи. Вот в чем спор тогда начался. Слушайте, принимали главные крещения, и приезжали дальше служить. Отец. Как его звать? Максим. Отец Максим. У нас было, я говорю, и монахи приезжали в Московскую патриархию, священники, принимали крещение, полное погружение, и опять уезжали, и служили. А кто говорит об этом говорит епископ Милош. Ну и так понятно. Отец Максим, у нас позиция такая, что мы Московскую патриархию считаем благодатной. Вот поэтому-то мы и беседуем. А вот старобрядец вчерашний, он бы сразу даже с вами не разговаривал. Для него вы ереки. Мы приехали как братьям к вам. А то, что вот эта практика порочная идет, обливание, мы между славянами беседуем. Какой-то авторитет представляет, Гутович? Гутович? Я его знаю с детства. Это прекрасный человек. А он-то, мы-то вместе с ним сколько встречались-то были-то, он-то знает, какое нам гонение было. Но мы и тогда стояли, били за пропой, а настоятель не хотел. Полное погружение никак. Вот это-то обратился следователь КГБ, который... Теперь мы поехали к Гедеону, а там Борис Пивоваров был. Мы затащили туда, там бак был, 75 ведер. А он пригласил своих протестантов, знакомых, две семьи ветеранов. Они, видя, как он крестился, обе семьи согласились принять крещение. Я миссионер. У меня сколько людей адвентистов в аптейство пришли и стали священниками православными в моем доме. Я не просто руками размахивал. Вот отец Геннадий Фастов сейчас магистр богословен. Вы с ним как-то пересекаетесь, да, с отцом Геннадием? Пересекаетесь как-то? Ну сейчас нет, я его нет. А каким Геннадий? Фастов? Ну как пересекаемся, только в интернете, я его не вижу давно. Но он везде, где бы ни выступал, сиди, Игнатий для меня духовный отец. Я у него обратился в доме и прочее. Ну, родился у меня. Вот которому Кришна Игулу отрезал, этот племянник Суслова-то, отец Григорий Яковлев. Это тоже в моем доме обратился, от баптистов пришел. Отец Петр-то это прекрасно. Колесников Володя, его зять-то. Ну да, он в моем доме жил, у меня жил. Уж секрет не будет никакой, он сильно любил мою сестренку. Ну, а чё ж такого? Чё-то нет, он наженился на его сестре. Вы тогда и Тарасов должны знать. Вот, и он, отец Петр все знает. И Володя, тогда Володя, комсомольский билет не из-за шпички.